С 2022 года Барнаульский базовый медицинский колледж обучает всех желающих по программе военных медсестер. За это время курсы прошла почти сотня добровольцев, среди которых были и жены мобилизованных. Сегодня стартует пятый поток. Новичкам предстоит изучить медицину чрезвычайных ситуаций и оказание первой помощи. Программа постоянно дорабатывается. К примеру, сейчас обучающиеся обязательно пройдут через психологическую поддержку. О ее необходимости стало понятно от первых выпускников, посетивших зону СВО. Максимальная реакция организма будет через неделю. Ну, примерно через неделю. Вам захочется домой. Это может в усталости выражаться, в истериках, еще в чем-то. Свои, конечно, нам давали психологи не принимать все близко к сердцу, не пропускать через себя, не выходить на какие-то там общения более близкие, чем оказание первой помощи. Помощь медсестер в госпиталях и на поле боя необходима более чем. К тому же ранения на СВО зачастую серьезнее по сравнению с другими вооруженными конфликтами. 85% на сегодняшний день это минно-взрывные осколочные ранения. Полевых ранений не так много. В первую очередь, что должен сделать боец, это мобилизировать раненую конечность. Если это ранена нога, соответственно, мы накладываем жгут как можно выше, жгут том-то еще самый и с рукой. Но вообще перед медиками на поле боя стоят серьезные вызовы, среди которых эвакуация раненых, которая может затянуться на несколько дней, дефицит лекарств и оборудования, а также несопоставимо большое число пострадавших по отношению к санитарам. Тем не менее, желающие приходят на каждый новый поток. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.